Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня наш коллега из города Рязани, Александр Баранчук. Александр, приветствуем вас! Всего доброго, дорогие друзья! Ну, давайте потихоньку начнем. Сейчас включу демонстрацию рабочего стола. Да, давайте посмотрим. Совершили ли вы сделку дня сегодня или нет? К сожалению, я не вижу, куда можно залезть, честно говоря. Давайте, а мы сейчас с вами будем действовать, как в фильме «Котенок по имени Гав». Нас там ждут неприятности. Так надо же идти, потому что они ждут. Ну, это да. Так, видно? Видно, хорошо. Давайте посмотрим тогда наш российский рынок сначала. РТИ вчера достаточно мощное падение. Сейчас, на мой взгляд, вообще нет условий для работы дня. Я именно не могу сказать, куда, как говорится, настроены именно к локальному участию. Нефть. Нефть, как говорится, она слишком скаканула. Платильность большая. Тоже, когда идет. Сишка. Тоже, как бы, не рекомендовал бы сегодня, как бы. Банк. Вчера был, в принципе, интересен. Сегодня уже нет, потому что мощное движение. А в моменте сейчас, на мой взгляд, именно купиться не за что. В принципе, аналогично с Биорбанком. Вчера был достаточно интересен и конкретно был интересен. Сегодня мы стартанули условия именно для какого-то направленной идеи. у меня нету. Может быть, золото тоже уже было слишком высокое. Я бы имел соваться стал бы. То есть по российскому рынку, внутри дня, я бы занял сегодня позицию вне рынка. Иногда, на самом деле, для успешного уровня не нужно отдачить каждый день. Нужно торговать только тогда, когда есть зеленые условия. То есть в этом будет заключаться мобильный трейдинг. Потому что если сейчас пытаться накрутить голове, то есть влезть куда-нибудь, это у нас будут так называемые несистемные убытки. Или несистемные... Ну, чаще несистемные убытки, которые придем еще потом отбивать и так далее. Это непрофессиональный подход. То есть сегодня я бы рекомендовал просто понаблюдать недельнику... Это необходимо, если сегодня рынок простоит в коридоре, грубо говоря. Тогда будет интересен понедельник. Вот. По облигациям, если посмотреть... Если кто стоит, можно спокойно дальше стоять, ждать погашения. Вполне себе надежные инвестиции. Перейдем теперь немножечко к Форексу. Расскажу, как сработали торговые роботы на этой неделе. За эту неделю... Вот, видно? За эту неделю получается 2,84%. Там было два закрытия цикла 19 и 21 марта, соответственно. Возможно, удастся к 9% с небольшим за март по первому счету. По второму счету также было два закрытия. Но там настройки немножечко поскромнее. Было, получается, 1,16% плюс за неделю. Общее пока 2% за месяц. Чуть больше. И третий счет с более агрессивными настройками. Тоже до два закрытия. За неделю 4,17%. И за месяц пока 16,94%. В принципе, кому вообще интересна тема не только, может быть, фондового рынка, а также абсолютно бесплатно поработать с данными советниками, обращайтесь в контакты. Я всегда буду рад ответить на ваши вопросы. Также, если у вас есть вопросы в чат, то пишите в чат, сейчас с удовольствием отвечу. Сейчас вот как раз открою. Ясненько. Понял вас. Спасибо. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Спасибо. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим на вопросы. Илья Кравцов пишет. Игорь Николаевич, предложите Александру открыть вам счет. Уже очень хочется посмотреть, как торговать в прибыль, используя один трейд в день. Пожалуйста, ни для кого не секрет. Я могу прямо сейчас показать терминал. Но я торгую через Квик. То есть, ПАМов у меня нет. Понятно. На московской бирже ПАМов и нет. Это инструмент Форекса. Там можно торговать и евро, доллары, нефть, золото, естественно. То есть, есть связанные инструменты. Поэтому, раз Илья Кравцов предложил, то я приложу ссылочку на страничку ПАМ-счетов. Посмотрите. Может быть, вам будет это интересно. У меня вопрос такой. Сегодня в 13.30 оглашение ставки Банка России ожидает снижение на 0,25%. Как вы действуете на этих новостях? Учитываете ли их вообще? Чаще всего в такие новости бывает большая волатильность. Если есть условия для работы, вполне можно работать. То есть, если мы увидим прямо низкую волатильность в моменте, который позволит нам поставить короткий достаточный стоплосс, то вполне эту новость можно использовать для торговли. Ну, не то, что она значит, а именно важна реакция непосредственно самого рынка. То есть, куда он выстрелит, то есть, на этом можно заработать. Я понял. Ну, вот вы говорите, можно заработать. Ну, а сами будете смотреть в 13.30 на рынок? Или, как бы, ну, прям для вас это не принципиально? Ну, я посмотрю, чисто интересно, как это будет выглядеть. Но вряд ли приму участие, да, потому что, как бы, я, как сказал, для меня сегодня системных условий нет. Вот, Илья еще пишет, мажоры, да, есть на Форексе, но я же еще раз сказал, я же торгую в основном-то фьючерсы. То есть, зачем мне сейчас это, как бы, опять же, на Форексе у меня есть результат, я все публично показываю, три мониторинга за год. Да, да, ну, Александр, как мы договорились, я ссылочку в чате приложил, как открывать. Конечно. Там другой терминал, МТ4, ну, как бы, это все обсуждается. Кстати, Илья Кравцов может вам очень многое, что подсказать, я советую вам обменяться, обменяться скайпами или имейлами, как вам удобно. Хорошо, поняли вас, спасибо, Александр, по этой точке мне тоже понятно. Ну, а вот если вы с утра в пятницу открыли рынок, не видите ничего, как вы действуете дальше в течение дня? Пьете часть, смотрите рынок или закрываете, уходите в кино с красивой девушкой? Ну, у меня, как бы, есть, я могу даже неделю не торговать, то есть, я, есть, как бы, доход, тот же робот, да, то есть, вполне себе я могу протянуть, как бы, без трейдов. То есть, важно просто держать себя в руках. Я понял. На мой взгляд, то есть, отдел всегда, как бы, хватает, то есть, можно что-то почитать, занять саморазвитием. Вот, например, телеграм-канал я создал, да, то есть, туда сейчас буду публиковать разные интересные вещи, касаемо инвестирования, в том числе и на валютный рынок. Как бы, такая вот дело. То есть, дел хватает. Понял у вас, ясненько. А обучение будете предлагать продвигать? Ну, возможно, сейчас как раз соберу что-то в кучу, да, то есть, возможно, вполне. Ну, вы имеете, да, материал свой, как бы, систематизируете, вы это имеете в виду, да? Ну, понятно. То есть, вы готовы уже системно изложить в таком хорошем образовательном материале свой подход? Ну, в принципе, да, то есть, надо просто собрать все в кучу, вы едино, чтобы было понятно, например, не только мне, но и всем. Нет, ну, это все достаточно долгий процесс. Это вам кажется, что вы сейчас сели после обеда? Ну, да, это естественно. Хорошие курсы – это на самом деле редкость, да? Это долгая песня. Ну, если за месяц-два сделаете, это будет хорошо. Ну, естественно, я к тому, что, когда вы это сделаете, добро пожаловать, озвучить их на E-Trade TV, пригласить людей. У нас реклама разрешена, все спикеры имеют право, так сказать, рекламировать то, чем они занимаются, привлекать людей, приглашать, кому интересно, тем обратятся. Поняли вас, Александр? Хорошо, спасибо. Как погода в Рязани сегодня? Весна пришла? Не, у нас пока зима близко. У нас снег просто как бы и идет, и вчера шел, и, я думаю, и будет идти. Понял. Ну, да, это пока я… Вообще у нас март холодный всегда в последние годы, еще и апрель бывает снег, поэтому мы больше так с надеждой об этом говорим, а всякое-всякое может быть совершенно точно. Понял вас. Ну, итоговый вопрос от меня такой. Многие говорят о возможном сильном провале российского рынка, сильном падении российского рубля. Вот из того, что вы сейчас видите на рынке внутренне, ожидаете сильного падения рубля и фонды? Вполне вероятно, на мой взгляд. Когда это может быть в вашем представлении? Ну, возможно, оно уже началось, да, как бы, если мы посмотрим индексы, они идут вниз достаточно сильно, то есть и индекс ММВБ, и индекс РТС. Я понял вас. Но вы не участвуете в этом, потому что все-таки не уверены, что это прям начало большого похода, иначе бы вы в него заскочили. Я бы заскочил, но мне нужны условия, да, то есть, как бы, мне нужно правильно поставить короткий стоп и залить побольше объему. Если таких условий нет, я лучше побуду все-таки в стороне, да, потому что есть трейдинг системный, вот которым я здесь торгую, есть именно рассчитанный на какой-то идейный, да, то есть для идейного трейдинга нужно заниматься этим отдельно, то есть это, ну, нужна идея. То есть для системности нужны условия. Я понял. Сбербанк просит посмотреть в моменте. Да, давайте посмотрим, конечно, Аполлон, видимо, хочет поторговать Сбербанком, давайте посмотрим. Если включить... Я говорю, мы можем включить опять. Да, давайте посмотрим, интересно, как вы сейчас к нему подойдете со своим подходом. Ага. Ага. Лежит... Мощно в... И сейчас откатывает, то есть в моменте именно сложно сказать куда, потому что было понятно, да, прям, я даже вот это вот откатываю. Однозначно вниз там был без... просто, как и Газпром. Угу. Здесь именно пойдет ровно. Если мы можем определиться правлением, а это, по большому счету, основа основ внутри дня, то и лезть в себя не нужно. Потому что можем опять же получить какой-то убыток, а зачем получать убыток, если можно не получить убыток и деньги сохранятся. Ну да. Что же, раскупыкивать их направо налево, зачем нам это надо? Согласен, согласен. Согласен. Спасибо большое, Александр. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Вот. Ну что. Спасибо вам большое за ваш обзор. Желаем вам хорошей успешной пятницы. Ждем ваш учебный курс. Будет очень интересно посмотреть, я уверен, для наших коллег. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Спасибо. Всем пока. Всего доброго. До свидания.